С каждым годом увеличивается количество славянцев в казачьей форме. И при этом самое главное – повышается авторитет казачества. Все больше молодежи воспитывается в казачьих традициях. Казаки всегда находятся в строю. Особое значение в казачестве придают службе в рядах вооруженных сил, защите своей родины. Поэтому и военная подготовка казаков должна поддерживаться на высоком уровне. Более подробно об этом в нашем следующем репортаже. Казаки всех хуторских и станичных казачьих обществ Славянского района, входящие во 2-й полтавский казачий полк, всего порядка 100 человек, собрались в прекрасном месте на стадионе Станицы Петровской на уже ставшие традиционными сборы. Воинское сословие продолжает жить и развиваться, играя все большую роль. И на сборах можно наглядно увидеть силу казачества. В этом уверен атаман Славянского районного казачьего общества Александр Заволока. Сегодня мы проводим 2-м полтавским полком, который входит в казаки Славянского районного казачьего общества, полевые сборы, на которых наши казаки, кроме чисто спортивных мероприятий, побудут на учебных точках, посмотрят, обучатся правилам оказания первой медицинской помощи, работы с оружием, посмотрят техническую, тактическую, минную, инженерную подготовку, примут участие в метании ножей, постреляют с автоматов, постреляют с винтовок. У нас есть полоса препятствий. Срывающийся утром время от времени дождь не смог помешать торжественному открытию военно-полевых сборов. Господин казачий полковник, лист из состава 2-го полтавского полка для поведения военно-полевых сборов построен. Кабачий полка «Казак-Белоус». Казаков приветствовали председатель Совета Славянского района Григорий Литовко, заместитель атамана Таманского казачьего отдела Андрей Хмара, а также глава Петровского сельского поселения Владимир Михайленко. Хотел бы сказать вам слова благодарности, что вы всегда находитесь готовыми защитить свое Отечество. Я желаю вам всем удачи, здоровья. И хотел бы отметить, что эти военно-полевые сборы проходят год 75-летия Победы. И этот год объявлен президентом Годом памяти и славы. Второй полтавский казачий полк Славянского района вышел на военно-полевые сборы. Военно-полевые сборы – это итог всей нашей работы за год, где проверяется способность полка привестись в состояние повышенной готовности, сбор, отработка маршрута, передвижение, ну а также другие мероприятия, которые предусмотрены расписанием занятий. Второй полтавский полк – хороший полк. Уверен, что те мероприятия, которые предусмотрены планом боевой подготовки, расписанием занятий, будут выполнены в полном объеме. Мы рады вас принимать и приветствовать в нашей исконно-казачьей станице Петровской, основанной черноморскими казаками в 1817 году. У нас нашего казачества очень великое прошлое. Совместно с администрацией наше казачье общество установило стену памяти своим легендарным предкам – полным георгиевским кавалерам. Программа сборов была насыщенной. В первую очередь для казаков было важно освежить знания и узнать что-то новое по современному вооружению, основам минно-взрывного дела, средствам связи, используемым в боевых условиях. Казаки военно-исторического клуба «Плавни» продемонстрировали участникам сборов историческое вооружение и экипировку казаков. Далеко не все знают, к примеру, тонкости использования бурки, которая согревала казаков в любую самую суровую погоду. Долго стоять, допустим, в дозоре, она сама по себе нелегкая. Плюс на тебя шашка, кинжал, еще что-то, какие у тебя принадлежности, еще бурка на плечах. Долго не выстоять. Можно что было делать? Ну, раз, и она стоит на земле. Ну, как бы разгрузится, чуть-чуть разгрузится. Раз, обратно встал. Участникам сборов показали оружие сегодняшнего дня, а также разъяснили все плюсы в сравнении с традиционным казачьим вооружением. Мы представляем, как казачий военно-исторический клуб плавник на этих сборах. Представляем, тут у нас современная экипировка казачья, и историческая, то есть современное оружие. Вот там гранатомет, автомат, то, что сейчас в современной военной жизни. И также в исторической, то, чтобы казаки подходили и как бы сравнили, как было раньше, как было сложно раньше, да, вот в такой вот экипировке. Среди членов клуба есть совсем юные ребята, которые перенимают опыт у старших, в том числе по владению шашкой. Нужна упорная тренировка и чувствовать шашку, любить это дело. Представительная комиссия осмотрела развернутые лагеря и учебные точки, где казаки обучались инженерному делу, преодолению препятствий, огневой и тактической подготовки. Для них все это было очень важно и нужно. Отстреляемся, отметаем ножи, отбегаем, сделаем, что надо. Обычно они у нас отдельские сборы в горах, в Абинске. Да, естественно, ребята общаются, чему-то учатся. Им интересно, ну а мы обязаны быть возле них, чему-то учатся. Опыт боевой, традиции казачьи, они должны передаваться кому-то. Поэтому, значит, приходится работать с молодежью, тем более мне пришлось. Так моя судьба сложилась, 32 года отработал учителем в 28-й школе, вел механизацию сельского хозяйства и также продолжаю до сих пор с детворой работать. Прошла спартакиада казаков. Она включала в себя подтягивания на перекладине, стрельбу из пневматической винтовки, метание ножа и бег на казачью версту. Особый интерес вызвало метание ножей в цель. Алексей Тонкий, который научился метанию у своего отца, делает это мастерски. Нож в продолжении руки. И, естественно, хороший наставник. То есть, если у меня наставник был мой отец, он еще с армейских лет, он метает ножи. И постепенно-постепенно приучил меня к этому. И вот так-то получилось, что мы начинаем занимать какие-то места, хорошо метать левой, правой рукой. Потому что нож, холодное оружие, патроны заканчиваются, а нож у тебя в руках всегда. Уровень подготовки и проведения военно-полевых сборов по достоинству оценил председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Впечатлен еще тем, что в нашем казачьем обществе много патриотов разного возраста. Здесь я смотрю и безусы казачата, и здесь уже убеленные сединой старики. Есть здесь преемственность поколений. Я прошел и в стрельбе. Старшие рассказывают, как правильно стрелять учат, метают нож, как обращаться с шашкой, как с кинжалом, как с винтовкой. Полевая кухня работала просто отлично на сборах. Их участников накормили вкусным обедом. Большой интерес вызвали показательные выступления казаков военно-исторического клуба плавни, которые продемонстрировали мастерское владение шашкой. В отличие побежая ходим, и спаси, соглядаю мою. Казачья, вы начнете? Готовьтесь, вперед! Для всех собравшихся выступил ансамбль казачьей песни «Родные берега». Когда мы были на войне, там каждый думал о своей любимой или о Жанне. И я бы тоже думать мог, и я бы тоже думать мог, когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. Когда на трубочку глядел, на голубой ее дымок. После подведения итогов состоялось награждение лучших участников. Победителями стала команда Петровского станичного казачьего общества. На втором месте анастасиевцы, на третьем – команда из Черноярковской. Сборы запомнятся всем участникам, потому что они помогают решать важнейшую задачу патриотического воспитания подрастающего поколения. Молодые и взрослые казаки здесь всегда плечом к плечу. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Георгий Калинин. Продолжение следует.